Милкомейкером и ящиком Кракена А, он с ним стримил? Давайте посмотрим, ладно, интересно Точнее, комментарии Милкомейкера после нашего стрима А точнее, под ним, где он прикидывается жертвой Бля, прочитать всю эту хуйню или нет? Почитал коммент, удивлен, конечно, тому, как все восприняли диалог Подумал МБ из-за усталости, хуйни вчера наговорил, пересмотрел стрим И вижу, что я старался не перебивать, отвечать на каждый вопрос Короче, я понял Громче звук Громче, громче, громче Вас не слышу Милкомейкером и ящиком Кракена, а точнее, комментарии Это было преувеличение, если ты не понял МБ, я, наверное, надо, блядь, надо стрим смотреть Я не буду смотреть уж стрим, блядь Милкомейкера после нашего стрима, а точнее Касательно аудитории, я слова назад не беру, как и касательно Кашина Классик Назвать человека-имфо-цыгана, сказав, что это все хуйня и что ты делаешь Или я не говорил этого, что ты хуйней занимаешься, я сказал, что курсы нельзя продавать Блядь, ну вот придурок Или же указать на конкретную ошибку, что я сделал, чтобы человек ее исправил Это разные вещи, а я что сделал? Я не орал на тебя, не выебывался, не ставил под сомнение твое творчество в принципе Я ставил под сомнение твои курсы, я указал тебе на твою ошибку спокойно, без криков Видите, ребят, а вы говорите, что я как-то неправильно реагирую, а смысла нету, понимаете? В том, что в моей реакции в принципе жестко я по человеку прохожусь, мягко, спокойно Разница никакой Суть всегда одна и та же Человеку не дойдет никогда, блядь В тейках Кэпа тоже есть дельные, вообще нерабочие вещи, с которыми я не согласен Но я уж спорить не стал, так как сил и смысла нет, да? Ну человек переубеждать Демок прикидывается жертвой, на которую неожиданно накинулся Все достаточно громче Вот это здорово, блядь Выпускает рекламу своего закрытого клуба Блядь 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 Инфо-цыганское ПВО сработало, посмотри на мою ебало Блядь Блядь Бах Блядь 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 вот надо бриться короче я хотел сказать вот когда я забиваю да на усы свои да и просто не брею знаете типа про похуй стрим сегодня так включу мне в лому надо вот эту ошибку исправлять всегда как у ёбок выгляжу ужас были я здесь прям скуфик такой да ну вот где лапка лапка тут сто процентов до какого у меня есть люди которые за не следят где называет людей говорит что готов им помочь и залететь рекомендации также будем разбирать как именно работают рекомендации на том ю тубе как вот как были он же я еще смотрел кстати смотрел его стрим помните котором параллельно мне включал да пиздец дурка ебать я охуел я в жизни тупее стримов не видел это мощно вот ну можете посмотреть наверно без хейта естественно ребят весь этот конфликт до которая называется конфликт на мне похуй как вы называете я ли как главное как я его считаю правильно же ну так же вы поняли вся эта перепалка короче главное на лайте ребят без каких-то сердечных моментов без оскорблений там ну вы поняли в комментариях кого-то короче посмотрите его стрим где он сидит параллельно мой стрим смотрит выключает звук и просто хуйню несет ебать это очень мощно он короче слушает слышит какое-то слово которое вообще вне контекста ставит на паузу и начинает это слово оспаривать поняли типа бля бля это очень странно короче очень странно вот и он еще в этом ну я все уже досмотреть не осилил там крыш дурка сильная ну там прям жесткая дурка короче его стрим все не осилил посмотреть но там он говорит что у нее реально то есть он еще раз подтверждает он реально говорит что у нее есть какая-то схема как стать популярным он это и сказал короче на своем стриме поняли когда смотрел мой где ему предъявлял и как туда попасть со стопроцентной гарантии в общем расскажет о многих секретах видеоблоге рындач про милку сказал что ему в лс много пруфов про него накидали там чуть ли не чернуха да ты чё бля ну я же сказал что может быть какие-то моменты вскроется да я поменяю мнение насчет милки но на данный момент пока этих пруфов не увидел правильно же так скажем я вкидывал хуйню про ну не хуйню я вкидывал про его тикток дом до момент он с этого сгорел такой а как он может типа за какие то дело в том что я сказал про тикток дом потому что там очень большие подозрения то что я и так уже знаю там намного больше там тоже около чернуха но я в это не верю тоже пруфов нет у меня и так далее просто это не произнес слух так что там может быть может быть тоже по слухам что да и на данное видео где была реклама делает реакцию даня кашин ну прости меня одну кири ничего против тебя не металла канала напротив курсов однозначно джарахов вот песня пожалуйста блогер даже дольше глядь разоблачители блогер и нефрема у тебя ни одного ролика сольного практически какой такие курсы что ты будешь превьюти ангел демон ангел демон и соответственно смотрит эту рекламу исходя из своего опыта видит что обещание которое дает мелкомейкер в своем рекламном видео не что и так у него у ноу кэпа да на стриме на котором был разбор конфликта надпись нарко шопом на пол экрана да вы чё а где были анусе приняты это ролик были и видосе описание моды у него у ноу кэпа подожди что просто вы блять control вы шить и типа у него было какой-то наркош бля лана у ребят уж чату верить не буду это полная хуйня конечно вот на такой бросаться я не видел лично как возно если так правда но из правда жестко были а то компетенции у милка мейкера никакой нет это не знаю короче я половина не понял от того что вы написали вы еще control вы шите несколько раз были ты ему говорил на нашем совместном стриме и вот он стрим вот он стрим блять да сука он загибался тебе 500 рублей в месяц бля бро да сколько раз объяснять вот эти 500 рублей в месяц за курс это только только обозначает то что ты продал жопу очень дешево все бля это единственное что может обозначить чек описание здесь бодли информация за битами биты и получается трек какой-то чей-то ну все да тут ничего нет за за обложками сюда закрепленного комментарии не давым них у него отнесете блять ребята я ничего не вижу ничего нету до донаты бусте получается поддержать канал бодли информации а вот она у кэп инфобот ну то есть описание да бля я я гляжу описание не вижу ничего такого ладно короче вы поняли то что 500 рублей ты блять продаешь это только обозначает то что ты дешево жопу правда вот и все эти только по соболезновать могу ну и если продавать жопу то наверное дорого ну хотя это тоже пиздец кринж бля кракен где кракен были бля не говорите это слово я сука бачусь осуждает невероятно ну крапива за битами где 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 это не кчела крапива вы имеете ввиду или чё там вот mc крапива mc крапива где блять это вы меня заебали меня бесите пиздец где где что мне за хуйню несете не обращая внимание не говорите блять дохуй никого шизу несете лютую блять так еще раз про 500 рублей бро это только обозначает то что ты продал очень дешево жопу не как тебе это плюсик не дает то что ты продаешь как бы инфокурс но очень дешево значит нормальный пацан да хуйня я перечислил это стоит неимоверных денег подобный курс он специально за 500 рублей продавал что потом оперировать но я же дешево продану бред блять кто в эту хуйню поверить это не кчела пишет да забейте ничего и здесь вы получите это фактически даром а с ящиком но это наверное я понял это наверное никнейм ютубера до какого-то типа типа стрим с милкой и с каким-то еще типом почек короче да я понял фамилия да да я знаю что я посмотрю да идти вступить в этот клуб но постойте ну да это подстава да может быть были но это перебор вот где в моей речи да до сих пор перебор не обзывался ничего хотя нет бывал обзывал но он тоже обзывался блять но жесткая на него не давил ничего блять да какой перебор вот реально что для него не перебор типа ой не знаю наверное может быть нормальный курс и да вот это не перебор я в принципе еще будет когда начинал организовывать медиа пол то есть потом больше 7 лет . и организовывал школу вот он сейчас тоже понятие подменяется немножко до местами он это сам он говорит я там где-то в школе организовал потому что я снимал видео он организовал школу по по чему по съемке видео до по цветокоррекции по съемке да как камеру настроить это вообще отдельная хуйня и тот про это курса продавать тоже хуйня даже все в интернете есть бред ебаный то есть поменьше скорость а вы чё не усваиваете информацию ребят глупенький вы ну короче он на разных вещах говорит о курсе о которых идет речь это там где он обещает стать популярным с пятиком тратина когда залетал к муки тоже и вы анализировали канал по печени удача если ты такой продюсер а учащий анализирующих канал как было написано у него короче ускоренно я еще ускорил да мне нужно что с первого видоса чтобы это очень редко происходит то есть я например я еще раз повторю не беру на себя ответственность говорить что типа стопроцентно вероятно он сказал это он врет он точно сказал что сто процентов раз где-то я бля я пока да стрим про него дел я пропустил этот момент мне писали в чате что он это говорил сто процентов он говорил это факт блять факт где-то если ну мне еще время потратить доказать это типа но он она есть во-вторых стрим где он смотрел мой стрим где я смотрел его да вот этот где мне параллельно говорил он тоже сказал что у него реально есть схема там тоже он это произнес то есть если даже в теории мы не найдем слова про сто процентов он на стриме своем и сказал про эти сто процентов что да у него есть какая-то методика по которой станут популярностью ролика вот такого такого идеального а он сейчас покажет супер если понадобится на других платформах и как туда попасть со стопроцентной гарантии вот оно блять точно вот я этот момент пропустил да он сказал это не так это можно что ты не говоришь но почему сады при анализе канала другого ты выступаешь роли эксперта правильно 5 часов сидим ребята по ощущению два часа только стримлю пиздец и почему ты выдавая экспертное мнение не может проанализировать канал за счет чего он поднялся и как вы просто именно те просмотры которые ты поднял на первом видосе набрать так с первого же ролика это очень сложно это редко происходит везение называется везение там набрались такие просмотры это конечно это частью удачи потому что удача она сопутствует всему то есть всегда есть вероятность он моими словами заговорил то есть про удачу ты никогда ничего не говорил бро ты говорил про стопроцентный видит и так далее и удачи тут ни при чем тут отложены отлаженная схема блять разве нет он сейчас про моё везение это мои слова я сказал что он продавец везение я сказал как бы это и может набрать и и 不 infection такую какую-то рассказывать о как условно на 0 каналов начинает залетать контент меня просто еще очень сильно поразило что ты сказал что ты поможешь добиться успеха на разных площадках вот у меня вопрос вот это я услышал вот это вот у меня уже вызвало очень сильный она спортивай поможешь мне добиться успеха очень сильно понимать своих способностях и и причем скажи ладно я понимаю youtube youtube вообще сомнений никаких нет мы все понимаем все алгоритм если как он будет сейчас эпизодически выпускать ролики привязаны там персонажем и так далее он также быстро на берет это не алгоритмы по факту да это не особо алгоритмы хотя они помогают распространять эту хуйню короче но hate контент мне кажется он вне алгоритмов по идее он всегда же был да но это об этом подумать но мне кажется это не алгоритм определен также как и 100 процентов так же как я потому что это просто скорее человеческий интерес да вот это скорее скорее всего это не алгоритма просто человеческий интерес кого там засрали так далее я также смотрю также хуяре все эти контент и люблю там чё кто кого обозвал блять тоже смотрю сюда есть просто бери привязывайте какому-то имени на скольки сидим сегодня я сегодня свободны до хуя буду сидеть поиски сразу тебя выдача какая-то будет он и в яндексе и везде оттуда и придет и даня на это указываем так как мелко мейкер идет по самому легкому пути делая контент про медийных личностей я не против мне похуй на этот момент то есть как бы лично иду по такому пути да 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 в этом ничего плохого не абсолютно это самый легкий путь понимаете youtube состоит из множества ниш и в каждой нише абсолютно раз даже не в этом суть до к кому-то легко кому-то сложнее суть том что он продает курсы были если бы у него был если бы он был ну не знаю кем блять к скал с кем сравнить кто делает охуенный контент ну не за дима масленников да и не скажу что я прям смотрю его вы сами знаете с него больше ровли ну типа блять если бы даже он сделал курсы как стать популярным это все равно было бы сомнительно в любом случае тут независимости тут я просто в аргумент говорю даже вот ну вы поняли что даже ты делаешь хуйню типа куб продаешь курсы блять мистер бис да 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 если мистер б хотя мистер бис такой же если что мистер бис тоже в каком-то интервью я смотрел сказал что у меня есть методика то есть я точно могу любой канал раскрутить типа я гениальный ютубер короче он тоже этим страдает ну в плане что он реально ему на него все это сбросил если он думать что это богом даровано ему дар ебаный были они просто ему повезло мистер бис такой же ну пчел который говорит что я любой канал без свое влияние типами медийного раскручу типа дохуя нет чувак нет методы продвижения анализировать тестить делать пока это не залетит и пока все за что я брался но залетала мистер бис каратист вот забаньте вот это руси какой-то проекту я делаю его до тех пор пока он не начнет брали того как и набирать каких масштабах просто понимаешь разные социальные сети и разное понимание залетала до какого масштаба не залетала ты смотри у меня просто есть вопрос вызывает по площадке очень сильно очень за то что первых меня за по-вторых и вопросы вызывать книги и там сказал что ты там прочел какие-то книги какие-то утре интересно может и есть некоторые законы есть нет законы были вещи к законы простые я узнал в том числе там из различных книг из различных курсов по тому как залететь на любой платформе они все работают примерно одинаково и клуб расскажет вам как именно они работают также авторов книг и название может какие-то сказать мистер бист есть рис для вот этих тоже 2 за бантий ребята у меня на канале запрещено мистер биста что-то плохой мистер бист флорист вот это тоже забаньте были что там понял какие секреты по продвижению и так далее слушай я подразумеваю под книгами в принципе какие книги чака паланика читал что же там общие какие-то знания а общие знания знаете вот это типа какие общие знания по книгам можно иметь не акцентировал прям на этом ну и ну это не акцент просто ты вчера вот я смотрел то стрим ты бомбишь на кашина да допустим из-за того ролика где-то я за 7 минут все объяснил ты чё хуел ты просто на завод пойдешь бесплатно ебашить не пойду 500 рублей 500 нахуй не десять тысяч не пять тысяч метров 500 рублей заход такой канал в месяц в месяц ты понимаешь это обозначает только то что ты очень дешево жопу продал больше ничего не обозначать ничего ничего вообще ты знаешь что такое месяц нахуй примерно представляю да полик у меня больше вызывает вопросы чем ответа понимаешь вот вопросы говорю разный плачат мистер бист пропагандист вот этого нахуй на всю жизнь блочке бляди да пизде мистер бист коммунист блять шурмист да вы приду расист блять банти вот эти пред террористы осуждаю бы придурки и было тракторист ведите отсюда были дети ёбаный как устроен алгоритм инстаграм ты понимаешь есть какой-то по ним приблизительно как и в тик токе снова же там алгоритм очень похоже вообще вообще не в том числе смотри по инстаграму у меня в том числе конкретно мой партнер он на себя побольше головой партнер блять ниже грамм он не будет про этого партнера не расскажут в итоге то вот этот блин головой а так нет инстаграм инстаграм мне кажется очень похож на тик ток то есть в целом там примерно одни эти жители нихуя вообще он бред несет но уже не буду убраться потому что в рекомендации инстаграма это знаете какие рекомендации чем объясню никаких были вообще никаких инстаграм вообще ну да не на данный момент последние четыре года работает только за счет вливание трафика с других соцсетей поняли инстаграм мертв по факту очень интересная платформа мне она до сих пор нравится до сих пор захожу да вообще охуенная платформа стоп рад идея мощная были если не жопки да ты показываешь письки блять сиськи блять то только за счет этого ну поняли как вливание другого трафика на практике что там рекомендации мертвы они делают упор на рилсы да есть такой момент но знаете как это работает рилсы в инстаграме так же как шорцы на ютубе то есть ты можешь набрать за месяц 300 тысяч подписчиков с нуля если повезет до рекомендации дадут на шорцах и рилсах вы можете набрать но с этой аудитории потом ты ничего не сделаешься никто не знает в любом случае это как ничего не произошло у меня есть знакомый которые на тупых тик токах перезаливах на шорцах что-то 600 тысяч подписчиков с нуля срубил да и как думаете сколько у него просмотров на обычных роликов по 500 700 просто 700 потому что всем похуй 600 кучу чела блять просто так работать хуёво не день на твоем этом поле в твоем рынке необходимо подкреплять свои слова портфолио понимаешь то что подкрепляешь свой канал это были ничего не значит это уверяю милка если завтра не сократила будет делать дайджесты про таких вот людей там известных плюс-минус и правильно настраивать ролики то есть да он постепенно наберет аудиторию такую же как и у тебя здесь здесь вопросы вот если для чего нужны чтобы понимать человек есть разные ниши до youtube состоит из разных них дамут у нас с вами ниша да самая такая простая потому что мы привязываемся к людям и собираем на этом посмотрим если не привязываться к людям будет как увидел вроде она тратина то есть на сколько будет послотов немного потому что он там по себя так же как у тебя скриптами рукава столь на клип допустим артема графа на правду ты привязался к всем графу все равно поисковике везде ты там была неправильная формулировка когда ты говоришь сольная работа это означает что это не коллапа говорит о кого-то пути типа ну типа дисн артема граф это сольная работа типа он до сих пор дурачка включает разные работы абсолютно что-то нет что-то со временем наберет и мелкомейкер в силу того что у него всего лишь один канал не имеет больше никакого опыта да он указывает что у него есть опыт раскрутку он еще сказал что есть какие-то суперские проекты которого он рука приложил но какие он не сообщает ну вот кроме тик ток дома я больше ничего не знал к аккаунта до полутора миллиона под да 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 было было блять но это всего лишь один аккаунт других таких аккаунтов у него не он сказал что их много мало только 90к ты уже курс и я без х это просто интересно курсы блять хватит писать что это курс это т.к. канал это во первых во вторых изучи вопросы люди очень нахуй ничего не понимает просто вкидывают какую-то залупу и мне потом нужно вы ничего не понимаете ребят вы ничего не по разберитесь в этой теме раз убеждать почему-то людей почему это ребят чаданат и после это видос что так во первых блять опять писать хочу ты пиздец те курсы скам во вторых у меня даже не курсы в день и подобные курсы стоит сотни ха 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 ну да ну формулировка это полная хуйня что он уводит это не курс это телеграм-канал так создать телеграм-канал где-то ничего не обещаешь правильно же ребята подписано мой вот у многих там у бебрина я знаю есть у многих девчонок есть телеграм-канал приватка где они просто рыгают блять реально есть люди которые подписываются платят 200 300 400 рублей в месяц за то чтобы она им так ночью в три часа ночи блин хочу блин пирожок блин такую хуйню реально люди ну платят таки да заебись тема вообще блять вот и все ничего не обещай блять они преувеличиваю и слушая рекламный ролик милка мейкера у меня складывается в мафане да такой же ну вот они же там ничего не обещают они же говорят просто он так говорит типа подпишись на мой телеграм-канал вы станете популярным что больше подписывались вот и все и не что он искам подает воздух так как проанализировав данный его рекламный ролик мы переходим на его продюсера и ки партнера милка мейкера по данному проекту который всем своим видом выдает что он типичный инфо цыган я доказал что он инфо цыган не просто видом своим подает я же показал его страничку по его подписки но это не доказательство я показал вк клипы где он делал вк клипы и там раскручивал проект короче скамщика да получается инфо цыгана то есть он к этому ну напрямую причастен короче игры вот это все хуйню что я на стриме показал я нашел за час бля этот час это очень поверхностная хуйня что я показал про милку мейкер но это достаточно просто я посчитал если я буду углубляться про этого дениса там еще что я думаю там пиздец плывет пиздец плывет такие игры это самая поверхностная хуйня которую я сделал бля и уже нашел продюсерами забит полностью весь инст запрещенный в рф и так как сделать вилс на все давайте своим вистер бистом просмотров вам нужно понимать одну ну вот видите я говорю можно еще найти дохуя дохуи щегля я очень поверхностно поискал и сразу же нашел блядь я так и сказал милку мейкера что если я буду искать мне к штамм еще одна сплыв на сплывет дохуя что миллион просмотров он строится на массовости то есть вас должно очень много людей посмотреть аналитика мощная . в декрете вас должна посмотреть какая-нибудь тетя полина это видео для тех кто он никогда не купит мои курсы выполните хотя бы эту технику перед съемкой контента попрыгайте поверьте себя по щекам разомните рот ну это кстати ну хорошие советы реально типа надо раскрепая тоже перед стримом так делать я не шучу я перед стримом всегда там разминаюсь короче лицо разминаю потому что это важно хуйня сдай егэ для очень долгая вставка блять очень долго посмотри почему тебя назвали инфо цыганам очень много признаков инфо цыганство ты продаешь по сути воздух я понимаю даже если вы какая-то книга по youtube вышла она даже была бы не актуальна уже там через месяц сто процентов до этого такой литературу какой-то нету есть батышка которая была там всегда да там алгоритмы на youtube можно предугадать но в инстаграме их предугадать нельзя но у тебя эти потому что их там нет и вы как партнеры вы несете ответственность даем правильно за свой продукт давай так я как лицо продукта в первую очередь несу ответственность за свой продукт но отнеси партнер попала не виляя хвостиком своим в основном техническую часть от ли и твой партнер у меня у меня есть сомнения в его компетенции я проанализировал сегодня посмотрел его продукты пострел его результаты в инстаграме и что он добился твой партнер из-за того что он заявляет что он эксперт чего добился он сам что он показывает ну то есть я почему его аккаунт в инстаграме имеют допустим 3000 подписчиков но при этом умеют он по 9 по 10 лайков уже все что касается там денис и того как он ведет да я согласен короче по поводу надписи момент страны это реально вот давайте посмотрим ящик потому что у него блядь реально у него на весь экран вот внизу видите эти шесть букв блядь реально странно выглядит это типа на его стриме было или чё да ебать того род были хуй знаю чуваки не знаю это надо спрашивать у него вряд ли я как минимум знаю что он но делает там ролики некоторые у него стреляют он тоже анализирует некоторые были а ты расскажи ему свою схему вот и все и у него будут сестры ли я знаю он занимается не только своим инстаграммом по крайней мере насколько я знаю бля его в партнеры слушай можно я к тебе в партнеры пойду по курсам а ты чё делаешь ну там кое-чё ну да насколько я знаю ты же что-то вроде делаешь беру тебя в партнеры и вот тоже мы не делаем супер акцента на инстаге основной акцент конечно идет на ютубе и больше всего от его очень хорошо знаешь за не перебью ты его хорошо для чего базили за партнеры я в нем уверен как в продажнике сейчас по крайней мере пока меня никто не переубедил в этом плане потому что он у меня прежде всего работал как менеджер то есть там у нас были давно какие-то общие знакомые очень много лет назад и продавал считаешь его компетентом и так ребят я пошел ссать вы уж простите меня пожалуйста сил моих больше нету это просто блядь это невозможно 30 секунд дайте я ссать приду поехали дальше какать еще раз насколько я знаю он и стой очень давно занимается и это конкретно лучше уточнить у него по крайней мере он говорит что он продюсировал а ты же отвечаешь ты говоришь мой проект мой моим именем я полностью за него отвечаем у говорят слушая вот вы партнер но я не знаю там у него спросите здорово ответил на инстаграм аккаунты и бля и вот знаете чё самый угарный бля уже сам до этого довел бля это вообще кринж вот это самое странное да не то что злой дк просто ни с того ни сего ради просмотров до побежал его ебать блять или еще уже сам блядь верни да сами верните вон с послушайте уже самое до этого даже бля вот надо было до дураку залупаться я вот не понимаю бля вот я еще на прошлом на том стреме сказал гру сидел бы в тряпочку молчал все бы хуй забили сто процентов были стоп ранее тоже сам на все стримы пошел везде доказывать телеграме ролики блять стримы ну дурак нет были причем знать же да что это ну что пиздец ему бля ему пиздец не все равно до конца оправдывается молодец просто у него был ролик короче про андре андрюху бля трусинюха где он ему советы давал отвечаю вот милка делал ролик насколько я помню про трусинюха и он ему совет раздавал надо было вот так отвечать надо был то я бы на твоем на твоем месте я бы вот так не сделал я бы подождал сделал бы вот так такую бы ответку ну ну увидим мы как ты в такой ситуации думаешь блин уже там я сходил к нему на там у него там не забудь про это в курсах рассказать ролики с большими просмотрами дайте не буду я в эту песню ставить он по-моему свой нынешний инстаграм не так давно стартанул тоже типа нужно понимать что планомерно медленно но верно но он идет там к большему числу просмотров подписчиков и ввести клуб буду лично я при поддержке моего менеджера по совместительству продюсера дениса фоменко у которого уже начну очень много блогеров миллион я думаю ребят очень серьезную тему разбираем вы меня сбиваете с вами верни были теле купить вход в другом аккаунте он представляет кейсы но эти кейсы рабочие половина этих аккаунтов вымерла либо не набирает тех цифр которые указаны в аккаунте и фоменко чтобы я такой блин на самом деле да 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 просто ебнутая логика блять ты не понимаешь чел разберись можно что-то сказать чтобы переупредить тебя в том что ты насрал про меня хуйни когда ты насрал хуйни игру блять я уже миллион раз приводил этот пример почему ты говоришь что я ебусь в жопу и мне нужно доказывать что я не ебусь в жопу я ебусь я здесь логика скажите мне пожалуйста блять может я что-то не понимаю вы мне что-то об этом скажете вместо того чтобы ответить на эти вопросы милка мейкер фокусируется лишь на оскорбление игры еще раз внимание внимание на то что я вообще ну типа не давил на чувака ничего просто но спрашивал обычно спокойно а что такое-то а он меня обзывал гадостями всякими чертом называл долбоёбов что еще короче гадости давал а потом когда я его придурком назвал короче враги придурок назвал и он такой настребился а как в турецком сериале помните где в типа выстрелили выстрел турецкий сериал где вову 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 и он такой его он придурок за этим от слова придурок она же такое лояльны и не оскорбите ли вот есть дурак это у вас нет не оскорблять а придурок это при типа дурак а вот есть до него еще придурок кит и придурашка понял типу что ты недостаточно дурак но серна глупые по глупые поступки это самое доброе слово на свете не обзывающих сидит хуесос черт там придурок во флёрно все такое короче я могу придурок были весь стрим он обзывается а блять копья на ход заебал отвечает просто пошел нахуй и начинаю делать посты где пишет что да не перестали быть токсичным черт ты черт перестань разочаровывая меня там да не кашин это самое большое разочарование в межах да просто придурком назвал так далее то есть вместо того чтобы расписать полностью шляну база вообще базу говорит в твоем клубе что ты делаешь что там находится то есть как-то подкрепить свою компетентность возможно или объяснить что это там просто закрытый канал где делись своему вообще до база там нет места всего этого мелкомейкер начинает гнать дыка смотреть рекламный ролик который длится почти семь минут и так да не кашин берешь только только этот сам канал пожалуйста не на стриме потому все таки люди деньги платят за инфу которая бля уже это еще канал показал там пиздец угар я этого не видел на стриме короче и он когда смотрел мой стрим тогда помните когда за слова цеплялся орал на меня он такой ну вот смотрите берет канал открывает телеграме листать а то пиздец я потом потратил время но он попаузил там полная хуйня где там эти сакральные смыслы поняли там бля там просто ни о чем там просто паблик кости в пеша блять просто ни о чем вот ребят был бустер и вот смотрите как же он поднялся да круто следующее а помните значит такое примерно инстан самка сначала никто было а теперь кто был вот таки да круто ну вот ребят сегодня стрим разбираем ваши портфели все а где сакральный смысл где сакральные знания были как стать популярным вот он полистал он постов 20 показал ни в одном не было сакральных знаний понимаете ни в одном блять вот так вот раз и хаба и о боже мой что я тут делают целых 7 минут хуйню и занимаешься сказываю что дать невозможно где мелкомейкер конкретно льет воду рассказывает о том что поможет вам с легкостью попасть рекомендации поможет вам на любой сажая он показал канал никто там не помогает попасть рекомендации вообще платформе не на любой платформе вообще ни о чем те платформы работают одинаково то же самое пишет и его партнер проанализировав опять же его партнера я вижу что эту презентацию которую озвучивает мелкомейкер ему делал этот партнер да я это и сказал в база по молодец были я я только на стриме это сказал так воздушно что типа подумайте на этот счет потому что его прогрев курсом очень похож на прогрева курсов допустим арута как будто это делал один и тот же как будто поет были как будто на делал один и тот же человек как будто по схеме какой-то определен не просто совпало какой-то определенная схема молодец зацепился мой у тебя владеет на претензии к нему как это было подано то есть в этом и к этому первую очередь к этому конечно вопросы потому что милкомейкер сейчас сидит говорит одно а видео продающим которые ему там составили потому что я хочу обратить внимание скинул ссылочку на вот этого дениса фоменко и у него первый ролик называется все да этот это короче стрим того чувака которые ящик кракен или как в ящик район наверху написано поэтому там большая надпись ребят его никнеймы все разобрались называется первый ролик который он выпускает на котором 118 просмотров базовый урок по монтажу и дизайн этого ролика то есть превьюшки вот этой всей такой же дизайн как и у милкомейкера презентации потому что он составил он составлял какие-то пункты я же сказал бля пиздец я читаю эту хуйню бля ребята бля ну жалко сука я спецслужбы не пошел свое время мама отговорила бля как и я служил родине ёбаный рот мимо меня бы хуй где в порту что-нибудь прошло блять я же хотел наркоконтроле служить отвечая я был бы хэнк шрейдер наху я я отвечаю вам ребят без самооблизывание бля я был бы хэнком шрейдером бля хуй бы чё сука я бы все разгадал бля мне кажется милка блин мурять бля как я шарю за эту жизнь блять прикиньте я угадал я только что сказал что скорее всего ему это все и делал тот тип который делает и другим блять он в этом признается бля какой молодец я вот посмотрел я и мне хватило часа чтобы разъебать типчика прикиньте часа я час сидел кофе пил поверхностно чё-то нашел этого хватило вот так бля мощно да надеюсь что я бы в пустыне не умер конечно но все равно я бы был бы я охуенный хэнк шрейдер сто процентов этого чувака не буду лишних слов говорить но сомнительно сидел бы да пиво пил ну что парень хочешь потрогать мой пистолет бля такой сидел это чисто базочка я тебе могу привести сотни таких людей которые выпускают подобный контент как вот этот тип и они будут продюсерами тот и выглядит это мягко говоря очень дешево и не очень и попахивает конкретным разводником но мелко мейкер говорит что это все маркетинг но говорить что это не стоит 500 рублей и там не даешь знания которые помогают ребятам условно развиваться с этим я точно не согласен развитие у них точно идёт на образование развитием были здорово 100 тысяч рублей у тебя более развернутые ответы ну и очень воде не станет являешь как это просто скажи как оценил 100000 это тебе сделали просто оценил за тебя уже сказал оценка 100000 выплате всего лишь 500 тысяч ценовая это это просто шаблонная штука снова вот этот видос это я получаю презентацию ребят надпись надпись это не к чему не приурочено это никнейм вот посмотрите вот вам наверно не видно нет вам видно блять вон внизу видите ящик кракена просто это его стрим дубля ну так совпало короче вон бить его название канала это просто чувака такой канал я бы на его месте вы убрал короче это хуйню ну надпись типа да 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 есть момент реально смущающий моментами вот это оценочная стоимость 100 тыс конечно это просто обычный маркетинг как создатель продукта он говорит что он его делает от всей души чтобы помочь молодым блогерам не с целью никак вообще не заработать а деньги лишь он берет для того чтобы окупить свое время не может сам сделать презентацию я тоже интересно окупить свое время я хочу этим заниматься потому что мне просто интересно да я хочу этим заниматься абсолютно бесплатно но заплатите мне денег чтобы мое время как-то окупить ты этим хочешь заниматься или нет не знаю если бы я продюсировал кого-то когда и когда я кого-то продюсирую и мне это реально интересно я последнюю очередь о деньгах думать в последнюю готов бесплатно ебашить и мне похуй реально и вкладываться даже в это с удовольствием блять если какой-то проект что-то еще что мне реально нравится да я готов свои вкинуть были лишь бы это все получилось как так получается кто и как-то его презентовать ты же против должен разбираться что это чисто по инфо цыгански ты вроде в контексте все это движухи но ты же мог нормально все это упаковать тебе просто заказать сделали эти подснял видосиком который порезан то есть если ты так считаешь просто мне сказать я такой окей я все поменяю просто ты же сам понимаешь что но не движет никаких грязных целей не ставлю свои задачи так ты применяешь приемы инфо цыган и когда тебе сказали же тебе же сказать скажи мне об этом вчера он сказал он много чего сказал он там и пиздежана говорил никакого но уже не скажем какого пиздежан того саму вы же понимать кто шарит тот шарит были его ломай его гаси его гноби его топчи его дави его спасибо ребят давай дальше блин что там никакой конкретики не было маму ебала вот этого бля придурка нахуй за то что мне похуй лично я буду говорить были можете про мою маму тоже я же понимаю что вы конкретно не трогали вот и все блин мне немножко другие понятия на жизнь были это я считаю вот знаете типа когда ты человеку говоришь маму твою ебал это уже конечно и вот как я вам я вам объясню как я к этому отношусь достаточно философски блин когда тебе но ты говоришь человеку маму твою ебал это обозначает что это крайняя степень твоей озлобленности понимаете о чем я говорю то есть ты реально не брал его маму не ебал это не хочешь его маму трахнуть дело в том что ты хочешь его настолько сильно оскорбить что заживну вы поняли короче поэтому я так что это просто последняя степень до злости какой-то оскорбление короче последняя степень оскорбления вот так я считаю блин но лучше такого не говорит тем кто тебе ебальных сломает за это кору вообще ну крышу снесет от таких слов конечно да тут о безопасности своей подумайте блин но мать это святой сто процентов я говорю я твоя мама ебал я же не говорю что ну я же нереально хочу и трахнуть типа я считаю что это замечательная святая женщина сто процентов как любая мать просто я хочу тебя оскорбить они твою мать пронежи нравится привет на видос то что мы расскажу твоя мама такая-то такая-то вот этот блять страны хуя нах ты и оскорбляешь ты и даже не знаешь а когда те говорит слушай твою маму ебал ну все понятно не формировать предложение как какие ты сидел 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 про меня высирал ты черт и долбаёв хуесоса мне там говорил блин ой заморализировал боже мой нашел нашел за что зацепиться блин немножко другой содержится в канале я говорю с этим я согласен это поменяем я с этим согласен мы помидо сидел черт хуесос мне говорил ты черт и хуй со ты знаешь что чё делает людям за то что он говорит что он хуй сосал брод или нахуй посылает и понимаешь ну тоже если этими понятиями руководится блин вот иди нахуй он не говорил один нахуй а ты попробуй какой-нибудь арестантом ну серьезного нахуй пошли да он тебе этот хуй вырвет эти серьезные самые оскорбительные вещи которые можно сказать блин чем выкручивается да ладно боже мой оскорбляем друг друга оскорбляем всем похуй бро вот мне лично похуй точно да да не морал фаш сопля зеленая боже мой просто это нужно строить тоже так что тикток да темная риторика да 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 были камней к моему продукту так как будто бы реально сидит ой вот так нельзя конечно в сам сидел такие же слова горил ужас блин инфо цыган который ставит при цели на ебать людей но это же не так когда твой партнер инфо цыган ты кто полу и по цыган магл блиц был вопрос мелкомейкер почему ты говоришь одно а сделать можешь совершенно другое и твоя задача была не вступать в конфронтацию с да не дать его посылать да 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 резаны когда тебя называют а цыганом да и пытаться исправить да весь контент построен да ты понимаешь о чем на оскорбление нет нет так это неправда благодаря его бомбежу иногда переходу там на личность да 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 ли люди его и смотрят да нет не задала нужнее из-за этого блин ну а ну что так не будем говорить так но не только из-за этого были не вообще я редко на личности перехожу в но всегда хотел сказать не по факту я реально редко на личности перехожу тогда когда мне человека реально задевает дам жарахом еще что-то перехожу на личности а вот когда человек с моим кормить но я не глупо всех срать подряд на личности переходите так не делаю задрачивая до шучу выстёбываю там типа что-то подмечаю смешной но вот редко равно всегда не реально реально чуваки реально вот реально когда я переходил на личности прям жестко, ну вот, когда смотрел ролик, допустим, кого-то, блядь, который лично меня никак не задевает, да, по-моему, никогда, всегда за базаром слежу, блядь. А когда не надо следить, не слежу совершенно. По-моему, у меня философия простая, блядь. Посмотры. Но даже тот же Даня, учитывая его результат, не может заявлять о том, что он эксперт, он об этом сам говорил. Но у тебя какой-то наглости хватает. И к этому как раз-таки и весь вопрос. Да, ты признал, что ты неправильно позиционируешь. Сегодня я перешел на личности, что касается вот этого придурка, да, вот этого 20-летнего, блядь, который с малолетками ебется, потому что он меня начал оскорблять. Вы мне начали присылать, что он в телеграм-канале. Тогда я перешел на личности. Сами последите, сами пересмотрите перезалив. Ну, то есть, как бы в этом плане я всегда слежу за словами. Всегда. Даже если человека не знаю, я не буду его оскорблять. Ну, придурка могу назвать. Ну, я же еще раз говорю, придурок — это такое аккуратное слово. Блядь, да я не знаю, кого она может оскорбить. Вот. Когда это тип начал, я ему пизды дам, что-то я толстый, еще что-то хуй не стоит. Конечно, я начал говорить, что он хуйсос, еще что-то. Вот и все, развязал мне руки сам. Представитель Самары, да-да-да-да-да-да. Себя неправильно записал ролик. Я не говорю, это неправильная риторика, это блядь, это какой-то образ мне лепят постоянно, сука, да он сам лепится, блядь. Я всю жизнь пытаюсь доказать, что это не так, блядь. Да что ж? Ошибкой. Но это как-то не клеится с тем, что это ты делаешь от души и не совсем не для заработка денег. Тем более, если ты говоришь о продажах и это всего лишь был ролик для продаж, то, наверное, раз разбираешься ты в продажах... В Самаре все такие? Нет, был много раз в Самаре, не так, это там не так. Ты, наверное, должен был знать о том, что возражения это неотъемлемая часть продаж, и с ними надо уметь работать, если ты занимаешься продажами. И вот как раз-таки вопросы Дани, это и есть те самые возражения, так же, как и мои. Ну, я говорю, просто твой партнер не является экспертом, так же, как и ты, Апплова совсем. Потому что я... У меня все жвачки закончились практически. Он сначала разводит, блядь. Ты не можешь никак справиться, но тратишь время на написание постов. Да, 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 вот зачем? Какой смысл, блядь? В том, что Даня кашен, я в тебе разочарован. Хотя с чего ты в нем разочарован? Зачем ты зовешь его? Я делаю все то же самое, что я делал всегда. То есть раньше он мне респектовал за то, что я делал. Я продолжаю делать все то же самое, что я делаю, да, там... И он разочаровался. Пока его не коснулось, он меня влюблен был. Был лечо, блядь. Но в дискорде, почему ты ему стремишься что-то доказать? Сначала шлешь его нахер, а потом пытаешься ему что-то... Нахуй! Напоминаю, блядь. Доказать. Чертом, долбоебом назвал, нахуй послал, хуйсосом назвал, что-то еще. А потом рыдал весь трим, что я его придурком назвал, блядь. Это все очень странно. Вместо того, чтобы записать ролик, неважно, просто хотя бы в Телеграм, поясняющий, я объясняющий про свой закрытый канал, чтобы снять всякие вопросы. Сказал бы, вот, смотрите, я собрал экспериментальную группу, которую я буду подсказывать, и, возможно, они... Да, блядь, сидят два взрослых человека, что он, что я, и доказывают, блядь, парню, что он, ну, очевидные вещи, до него все равно не доходит. Да что ж такое, блядь. Блогерами какие-то... Сейчас у него ноу-кэ будет такой же, блядь. Тоже будет... Я разочаровался, прием, что это такое, блядь. Бьются, соберут какие-то просмотры, я поделюсь с ними своим опытом, но нет, заявление в ролике. Блядь, у меня упал интернет на секунду. Ребят, прошу прощения, упал. Где ты про... Миша, привет, Миша. Я, ты у меня вдруг... Миша, ты у меня в друге. Блядь, просто ебнутая логика. Мне нужно что-то сказать, чтобы переубедить тебя в том, что ты насырал про меня хуйни, когда ты насырал хуйни. Я говорю, блядь, я уже миллион раз приводил этот пример. Почему ты говоришь, что я ебусь в жопу, и мне нужно доказывать, что я не ебусь в жопу? Поэтому при нашем разговоре ты поплыл. Не, скорее, ты продаешь курсы, как ебаться в жопу. Давай так. Скорее, ты продаешь курсы, как ебаться в жопу. Я говорю, ты что ебешься в жопу? Я говорю, а с чего это ты взял? С чего это ты взял, блядь? Ты докажи, что я ебусь в жопу. Понял? Вот тогда сравнение работает. Мейкер. Не потому, что я начал на тебя давить. Хотя это тоже было на самом деле, но это, скорее всего, связано с твоими водянистыми ответами. Если бы они были по существу, то не приходилось бы разводить это все на часы нашего диалога. Мне не приходилось бы тебя перебивать, потому что я понимал, что должного ответа я тебя не услышу. Бля, после стрима посмотрю, наверное, подкаст. ...тебя предоставить кейсы, а за несколько дней до меня тебя просил предоставить их Даня Кашин даже за неделю до этого. Да много раньше, намного-много раньше, бля. Месяца полтора назад я увидел этот ролик про Ивангая. Вот можете сами посмотри, когда Ивангай вышел ролик. Вот тогда я начал задавать вопросы. Только тогда. Вместо того, чтобы собрать свои кейсы, кого-то продюсировал, кому-то помогал, ты сидел и писал посты, связанные с Даней Кашина. А когда я спросил у тебя про эти кейсы, ты сказал, что они у тебя где-то... Почему без твоих подсказок все это сделал? Почему ты его привозишь как кейс? Он сам себя приводил сегодня как кейс. То есть он, по сути, просто дал добро, что вот он использовал какие-то знания. И снова же, я говорю просто, я не такой человек, что такое? Это мой кейс. И этого я, и этого я, и этого я спорюсировал. Я просто другого типа. Влада ума, он чрезмерно. Охуенно, я не могу конкретно говорить о людях, которым я помог в продвижении, но говорить, что я кому-то, в принципе, помогаю в продвижении, это заебистье, мобли. Ну и, ребята, я всем помогаю, продюсерах, а какие у тебя кейсы, ну я же не могу сказать, там, ребята, вот, ну некрасиво таким флексить, а нахуй ты говоришь, что ты... Милка, антиблогер пишет. Я скажу, что моя инфа ему помогла в чем-то, я такой, окей, спасибо за отзыв. Да, и пойду делать ролик о том, что я всем помогаю, я такой пиздатый продюсер, блядь. Глобально рассуждать и смотреть на это все, 3-5 тысяч просмотров на ютубе, это, мягко говоря, мало. Для какого-то результата, который можно показывать. Да, кстати, хотел сказать, Ван Гай нормальный пацан, что хотел сказать, нормальный пацан, всегда к нему хорошо относился. Просто, ребят, решил ни с того ни сего это рассказать. Ладно, поехали дальше смотреть ролик, просто, ну что на душе лежало, понимаете, то и рассказал. Поехали дальше. И про него рассказывать. Тем более эти ролики все-таки связаны с инфоповодами, а конкретно с хейтом определенных игр, которые сейчас, в принципе... Да, просто, да, ребят, вы удивляетесь, а я просто так это сказал, ни с того ни с сего. Нахейтить, и можно к этому подвязаться. Так же, как и ты подвязываешься ко всем инфоповодам. Тебя бомбит, ты кричишь, не понимаешь, почему Кашин тебе говорит, что у тебя нету соло-проектов, которые набрали просмотры, но это факты. Посмотри. Да и похуй на эти, даже если бы они были, что он там продавать-то собрать, даже если они были, да похуй. Мои антиблогера, который тоже какую-то школу блогинга ведет. Его подкаст с каким-то человеком набрал всего лишь 21 тысячу год назад, в то время, когда видосы про мистера Макса и про А4 набирали миллионы. Так не весь ли наш успех в том, что мы привязываемся к людям, и это факт, и это вполне нормально. Но не стоит. Но если так смотреть глобально, то мы еще, вот когда начали блочить все подряд, там монетизацию отключать, ТикТок, короче, поняли, аккаунты некоторым, кто там, ну политически, определенно политически настроенный, да, так скажем, начали банить, я понял одну мысль, и очень очевидно, что мы все, все мы медийные деятели на данный момент, заложники одной соцсети, понимаете, о чем я говорю. Вот если надо глобальнее на этот момент смотреть, может я сейчас хуйню несу, но это реально, ну, это реально мысль, блядь, мы все заложники одной соцсети, мы все подчиняемся Ютубу, ну, раньше так было, потому что мы все подчиняемся Ютубу, его правилам, поняли, вот все блогеры, вот я такой популярный, а почему ты только на Ютубе популярный, понимаете, о чем я говорю, это жесткая хуйня, я говорю, когда начали все банить, все закрывать, я этот момент и понял, блядь, а что за хуйня, мы все подчиняемся одной платформе, все ее правилами, поняли, все, что мы говорим, думаем, ну, хуй знает, делаем, это все, потому что платформа нам навязывает. Это жестко, бля. Если так, Иван Ганин на стриме, все, фу, бля, ну, короче, не очень он мне нравится. Ну, короче, вы поняли? Жесткая хуйня, бля. И хули мы сидим реально все на одной платформе, бля, все одной платформе подчиняемся, мы все заложники ее, по факту, это же просто пиздец. И вот случится завтра такое, что мне YouTube снесет канал, но сейчас-то нет такого, слава богу, сейчас я от этого отвязался. Ну, вот, допустим, пять лет назад, если мне YouTube снес аккаунт, все, вот и все, вот и концовочка, правильно же это пиздец? Гуру YouTube, если у тебя получилось у одного, один раз это случайность, второй раз совпадение, третий раз это уже закономерность, а четвертый это раз уже закон. Так почему бы для начала тебе, Милкомейкер, не собрать какую-то группу людей, как кейсы? Если у них получится, только в таком случае ты будешь на них указывать, и тогда уже продавать какие-то свои импульсы. В лес ушел. А оправдывать все тем, что у тебя не было настроения из-за того, что на тебя... Или ты стал бы тиктокером. А хуй мне кто разрешает, блядь, ребята. Хуй мне кто... Стаса, все хорошо, но у него при поддержке государства все нормально было. Ну, плюс Бусти, конечно, да. Ну, все равно, вы поняли, короче. Но он сам эту историю 500 раз рассказывал. Я говорю, хуй мне кто разрешит, блядь, в тиктоке форситься, блядь. Потому что помните тот момент, когда кражи аватара, когда я в тиктоке набирал бешеные обороты, ебанутые. Я как-то выкупил, короче, поняли этот момент? Я тогда сидел еще в депрессии, мне делать нехуй был. Думаю, дай-ка я тиктоке буду снимать каждый день. И вы помните, что тикток мне устраивал? Чуть не так... Я помню, мне банили все, нахуй. Вот как только я начал набирать по 7 миллионов на ролики. Ну, тогда это было по 4 миллиона. У меня по 4 миллиона начали тиктоке смотреть. Вы понимаете, о каких цифрах мы говорим, блядь. И когда я начал набирать, мне на нахуй клейм, на забанили, забанили этот ролик. И просто так, блядь, просто так. Там тоже, короче, не дают тебе продвинуться определенные алгоритмы либо сами люди, поняли? 100% это там работает. Я помню, когда меня банили за все подряд. А когда тебя банят, у тебя... Ты можешь выкладывать ролики, но они в рекомендации нихуя не попадут. И, короче, я помню, выложил тикток, тогда угар был. Кто следил за моим телеграм-каналом, там тысяч 10 было подписчиков, тот помнит. Где я просто выложил тикток, где я смотрю в камеру. Его забанили, нахуй, прикиньте, потому что набирает, короче, это пиздец, блядь. Это пиздец. Ну, короче, жесткая хуйня, блядь. Дай почту тиктока, мы писали, да, ответы, да им похуй, не, не, вообще не реагировали, им похуй вообще. Фанатки Дани Кашина, я тебя умоляю, во-первых, там сильно ничего такого плохого тебе не писали, у тебя есть модераторы. А, это про этот пиздеж, который? Из-за того, что на тебя накинулись фанатки Дани Кашина, я тебя умоляю. Во-первых, там сильно ничего такого плохого тебе не писали. Вообще, я полистал, конечно, после того стрима его комментарии, ну, не скажу, что там прям гнобление. Да, они опять, ну вот люди пришли такие, а, А, ну и что, сейчас, теперь, знаете, типа. Но я все равно написал еще раз голосовуху, что да ладно, не занимайтесь этой хуйней. У тебя есть модераторы, да. Ну, прям писать, мне говорили, что его там админам угрожали родителям. Я этого вообще не видел. Я взалез в комменты, никто, ну, вот угрозы какие-то, ну, не знаю, не верится. Можно на это не обращать внимания. А если было, ну это бред ебаный вообще. У тебя тоже было, и там было намного более разъяренные какие-то люди, чем которые перешли от Дани Кашиной. И они также требовали каких-то пруфов и пытались. На что, кстати, твои админы скидывали пруфы, как раз таки вот этот продающий ролик, который по итогу оказался тобой же самим забракованным. И оказалось, что да, ты не прав все-таки. Но в четверг и в среду, то есть там, да, до нашего стрима, ты именно указывал Дани Кашину всем своим хайтерам, что надо посмотреть этот ролик. И все будет понятно. И все будет понятно. Дани Кашину местами допустил лишних слов, да, там, касаемо того, что было в Телеграме. Того, что он говорил про тебя на стримах, но ты же ему отвечал абсолютно тем же. То есть... Нет, 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 давай, если мы вот так, давайте опустимся к детсадовскому разговору, он первый начал, сто процентов. Когда я запускал стрим, я смотрел, где он меня оскорбляет, блядь. А нет, да, он меня где-то оскорблял, но я на стриме, ну что я там себе позволил такого ужасного, блядь. Он параллельно мне стримил, меня обзывал жестко, блядь. Но я сгорю, если так детсадовски, да, так говорить. Пушк, пушка, пушка э, спасибо большое за пять подписок. Первый начал, то есть, как бы, все развязал мне руки по факту. Именно оскорблениями, то есть, вин-вин и все, какие, да, 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 проблем. Если даже с этой позиции, конечно, он меня пооскорблял, я его, все в порядке. Ну, то есть, я не обижаюсь, почему он обижается, не понимаю, честно, блядь. По сути дела, ты был провокатором, да, да, да. Когда писал свои посты и задевал Даню в своих видосах. Да, в видосах еще, точно, точно, еще в видосах меня ответы на него обиделся. И начал строить из себя невинную овечку. Совершенно такую же невинную овечку, которую ты строишь из себя сейчас. После нашего с тобой диалога. Когда ты пишешь, что ты был подавлен, а я на тебя накинулся и устроил тебе допрос. Ну, это разве не лучше, чем когда бы тебе позвонил Даня Кашин? А если бы мы в Дискорд пошли, да? Он думает, что я прям вообще спокойно с ним буду разговаривать? Да, сто процентов нет. Я, наверное, не пошел в Дискорд того, что его поберег, его нервы, блядь. Потому что я жестко, вот, ну, блядь, ну вы же понимаете, что вот на стримах ты хотя бы сообразить можешь, что как, короче, там, что ответить и так далее, как себя вести. Что касаемо разговора, я все, взорвусь и все. Он меня выведет из себя, я точно взорвусь, сто процентов. Да вообще смысла в этом разговоре, ну, никакого бы и не было, сто процентов. Он бы, он бы вилял, я бы ему задавал конкретный вопрос, он бы вилял, и через минут 15 я вам отвечаю. Я бы взорвался, начал ему хуйню нести. Говорит, что он хуйсос и так далее, по-любому, блядь. То, что он меня, он меня за придурка считает. Вот так это и было бы, сто, как с Джараховым было, блядь. Дискорды вот эти, ну, ни к чему не приведут. Да, и какое у него эмоциональное потрясение было бы после этого, я не знаю, блядь. Собирался с ним разговаривать, я не понимаю. С трусинюхом так же был, да, когда он хуйню нес, блядь. Конечно, я взрываюсь, блядь. Я взрываюсь из-за того, что, ну, человек, с которым я разговариваю, меня за идиота держит. Ненавижу эту хуйню, поэтому мне жопа горит, блядь. Ну, мне кажется, Даня более тяжелый тяжеловес, то есть и более серьезно был бы настроен в вашем разговоре. И, судя по нашему разговору, ты бы его не вывез, так как я был вполне корректным. Да, я где-то, может быть... Ну, он не вывез бы скорее, потому что он бы так же вилял, а я бы орал на него, вот и все, блядь. Я бы взорвался и орал, конечно, он бы не вывез, блядь. Давил, где-то, может быть, что-то там... Да уж, нару я замечательно, блядь. Перебивал, но все же просто я тоже не могу слышать по 10 минут, когда мне льют в уши водичку. Я этого просто... Ну, а я бы взорвался сразу же с этой хуйни, вот и все, вот и... Вот и порешали, блядь. Вот и порешали, блядь. Еще, в принципе, суть ясна. Или еще будет разговоры? Вот и все, блядь, база, нахуй. И вот нахуй он этой хуйней занимался. Все было у человека, блядь. Просто промолчать и все. Ой, да сказал бы, ой, дека на своем напридумывал. А я считаю, что я прав. Все, я бы не сидел, не хуярил, блядь. Хочешь помочь маленьким каналам, начинающим блогерам. Ваши, 500 рублей, 500 нахуй. Не 10 тысяч, не 5 тысяч, не 300, 500 рублей. За вход в ТК канал в месяц. В месяц, ты понимаешь, в месяц, блядь. Ты знаешь, что такое месяц, нахуй. Я ебашу там по 2 эфира. Каждый, который длится по 1,5-2, по 3 часа, нахуй. У меня по 6 часов на эфир уходит в неделю. Только у тебя телеграм-канал с эфирами или что? Тогда так бы и сказал, и все, претензийства не было. Нет, здесь не за деньги, да, а за в ТК канале. В ТК канале. Так дешево, ну, продал жопу за 500 рублей, бро, это пиздец, скринж. Это первое. Второе, я записываю туда. Даже про Моргенштерна говоришь, что он, ну, придурок ебучий вообще, что продает эту хуйню. Но ты когда слышишь, что он за XB там что-то миллиард рублей получил, ну да, да, блядь. Конечно, придурок конченый, но, сука, богатый придурок, правильно же? А тут за 500 рублей, бро, ты пиздец. Сферял, кто хуй еще? Зову на подкасты блогеров, ебать. 500 рублей, блядь! Разбираем каждого, кто подписан на этот клуб. Люди за это платят, ебанутые бабки. Ты нахуй, откажешься на 500 рублей, блядь. Кого-либо анализировать, в принципе, потому что крупный блогер, потому что прям мне донат 500 рублей не нужно. Так, не Даня Лекашин про меня упомянул, и после этого на меня подписалось несколько тысяч подписчиков. Да, ребят, вот такой я милосердивший, как вы знаете, еще сказать. И по сей день, то есть, люди говорят, что они приходят от ДК, именно. Это не если помощь, то есть Даня заметил меня, когда я был абсолютно в андеграунде. Да, ну не только в андеграунде, там вообще просмотра у чувака не было. Нисколько вообще. Ты говоришь, Дани, у которого по 10 тысяч человек онлайна. Ну, по 15 уже, может быть. Который собирает миллионы просмотров, причем стабильно. То, что он хоть... Миллионы уж, честно, не набираю, но стараюсь, да. Бля, поиметь какого-то хайпа, но милкомейкер, ты не такой хайповый персонаж, очнись. Что это кринж, пиздец, я даже за камни, что это как мне это комментирует. Комментирующие ролики и правда набирают не так уж много просмотров. Наш стрим, который, да, прошел, так же посетило не так уж много зрителей, понимаешь? И большинство зрителей как раз-таки были ящика Кракена и мои. Э, где тот хайп, о котором ты говоришь? Это конкретная, ну, переоценка своих возможностей. Что касаемо заявлений в рекламных роликах и так далее. Да, у тебя есть какой-то опыт на Ютубе. Да, ты можешь его продавать. Но когда у тебя спрашивают за твой продукт, ты должен отвечать. Потому что ты уже взрослый мальчик. Сегодня 15 был на Янине, но это просто Янина очень популярная, поэтому... А не инфантильно отнекиваться как-то, кидаться стрелками. Строить из себя вот этого невинного мальчика. И это реально работает. И меня это больше всего бесит. Потому что ты, как зарабатывать деньги, как там выделываться, как, говорит, делать замечания Ивангая о том, что инфантильный. Делать замечания Дани Пашина. Вот это хорошо, да-да-да. И про этого трусинюха ролик снимать. Да я бы вот так ответил. Так, ну ты, конечно, плохо сделал, поэтому твоей карьере конец. Я бы вот так сделал. Так, так, так. Блин, ты скринж. О том, что ему нужно измениться. У тебя яичек хватает. А ответить за свой продукт, за свой бизнес у тебя не хватает. И все у тебя не такие. Даня Кашин тебя не понимает. Я тебя не понимаю. Слова какие-то у нас имеют разные с тобой значения. Да, там, как, например, партнер, маркетинг. Тренера не играют, да-да-да. Еще бредовая тема ждать обещ... Еще бредовая тема ждать извинения Дани Кашина за то, что он что-то там не то высрал. Это тоже очень... Причем что? Ну, хотя бы сказать. Да мне не сложно. Даже сейчас, если он сказал, ну вот тогда вот это он сказал, ну это точно неправда. Если бы я понял, да, что я тогда бы сказал, ну да, сорян. Правильно же, блядь? Вот сейчас вот он показывал, где он с ним общался. Он говорит, ну там он тоже пиздел много. Так ты скажи, где я пиздел. Я до сих пор готов извиниться, блядь. Да это не сложно. Это не то, что я, ой, голову пеплом сыплю, блядь. Все, я не прав. Блядь, да просто вот в каких-то неточностях, да, может быть, я не прав, блядь. Ну, где-то неправильно сказал. И прямо это жестко как-то, да, получилось. Я бы сказал, ну да, сорян, типа. Что-то хуже меня как-то сделает, блядь. Он бы сказал, он просто говорит, что он напиздел. А что напиздел? Ну, знать не должны. И спорно. Человек просто задал тебе вопросы. И порой, Милкомейкер, ты даже, ну вот я посмотрел все твои стримы, ты даже не до конца досматриваешь стримы Дани. Да, он может где-то растянутся. Он вообще не рассматривает. Он просто на паузу ставил каждую секунду. Говорит, допустим, в том же последнем стриме. Но там конкретно фактология. И ты вместо того, чтобы ответить на это фактолог, ну, на эти факты, и предъявить Дани за оскорбление, ты просто берешь и вычленяешь эти... Я прям в самом начале стрима сказал, что он меня оскорблял, соответственно, ну, надеюсь, этот вопрос закрыт, помните? Я прям в самом начале стрима сказал, в самом начале, когда про Милку делал, я сказал, что он про меня говорил какие-то оскорбления. Я про него тоже. Я не в обиде, надеюсь, он тоже... А был бы странный, если он был бы в обиде, типа, потому что... Ну, я здесь претензии... И говорю, вот на будущее просто об этом говорю, чтобы он потом за это не цеплялся. И он за это цепляется. Ты заебал, блядь. Оскорбление, и говоришь, ой, какие все плохие, я беды, несчастные. Говорю, он меня оскорблял жестче, намного жестче, чем я позволял в его отношении, не считая матери, конечно. Так же, Жош, я хуйсос, блядь. Пошел я нахуй, черт, долбоеб... Ну, я не помню, там куча всякой гадости было. Я не обижаюсь. Почему он обижается, бля, кринж? Поэтому завязывай, Милка Мэйкер. Я отношусь к тебе нормально, так же... Ну, все понятно, в принципе, да? Ну, все понятно. Вот и стоило чуваку, блядь, высираться. Просто промолчал, сказал, да пошел ты, дека, нахуй, боже. Ну, даже бы написал, потому что разочаровался, я... Продолжение следует...